В последнее время Ростов стал излюбленным местом для столичных кинематографистов. Возможно, примелькались Москва и Санкт-Петербург и хочется южного колорита и свежих киновпечатлений. Как бы то ни было, но теперь можно встретиться с известными актерами. Например, Владимир Конкин. На съемочной площадке фильма «Оперативный псевдоним» ваш корреспондент подошла к артисту и сделала комплимент. Владимир, вас всегда будут помнить как Павку Корчагина и как Глеба Жеглова. Брови знаменитости поползли вверх, а в следующее мгновение актер доверительно сообщил вашему корреспонденту. Жегловым он никогда не был, а вот Шараповым это да. Тем не менее, интервью состоялось. Конечно, когда за плечами, если быть точным, 41 картина, и тебе талдычит только одно с утра до ночи, конечно, это и приедается, и дает. Но, с другой стороны, все-таки мы люди, и иногда эти герои помогают. Ну, в быту, скажем так. Вот, я знаю, что ко мне достаточно благоволит там милиция, скажем, понимаете. Если я там превышаю какую-то скорость, всего определенных причин, не выпендриваясь на дороге, то меня не останавливают, например. А если останавливают, то просят автограф. Вот, это положительный вариант. Вот, когда бывают какие-то обстоятельства, связанные со здоровьем моей семьи, или, так сказать, моих очень близких людей, это тоже помогает. Вот. А так вот, по жизни, когда это часто происходит, и не к месту, в общем-то, меня это порой раздражает. Потому что, особенно, когда в поезде едешь, и уставший, или готовишься там к спектаклю, или на съемку едешь, и надо и текст повторить, и все. И, как-то хочется просто отдохнуть, потому что проблем всяких много. Вот. И к тебе подходит человек, который тебя узнал, там, с бутылкой водки, там, с шампанским. Шарапов, давай сейчас. Я говорю, я не пью, я не могу, скажем. И тут же перемена в отношениях. То есть, я зазнался, то есть, я, так сказать, от народа оторвался, там, и так далее. Понимаете? И бывают очень такие конфликтные ситуации, которые не только не раздражают, а просто убивают порой. Понимаете? Как, насколько мимикрия такого, от уважения до полного неприятия и раздражения того человека, который хотел мне сделать такое добро. Ну, если бы, я, так сказать, этим занимался, я бы уже спился бы давно. Понимаете? И тому примеров очень много. Ну, вот. Так что, так сказать, тут палка о двух концах, конечно. Оперуполномоченный старший лейтенант Шарапов для прохождения службы прибыл. Шарапов, он человек, который запал в душу очень многим людям. Прошло уже 23 года с тех пор, как фильм вышел на экран. И, тем не менее, он остался в памяти. Он не потерял своего значения. Потому что каждый из нас, как бы мы ни жили, как бы мы ни принимали условия игры сегодняшнего дня, все-таки мы стремимся к чистому положительному началу. Нам хочется знать, что кто-то нас все-таки защитит от того беззакония, с которым мы можем столкнуться. И вот. И для меня это определенная кредо, нетворческая. Да какие могут быть указания? Хватать шкурников с поличным и все дела! Алло! Девушка 37-й, пожалуйста. Алло! Шарапов из Мура. Насчет золотишка. А ты погоди. Тут, может, с кондачка решать не стоит. Я здесь человек новый. Ну вот и погоди. А то мы тут с тобой наворотим, ничего не надо. Я посоветуюсь пойду. Так ты погоди. Ты погоди, слышишь? А что делают деньги с людьми? Они их уродуют, они их деформируют, безусловно. Это определенный молох, конечно же. Потому что отсутствие денег безобразит человека, естественно. Но его разрушает с одной стороны. Но когда очень много денег, да тем более, скажем, условно заработанных кровью, потом и слезами, это совершенно разные деньги, понимаете. Поэтому вот мы с вами, мы знаем, что, может быть, мы не самые, грубо говоря, богатые, состоятельные люди. Но я, например, отказываюсь от многих ситуаций и не иду на компромиссы, как многие мои коллеги. Я никого, естественно, не осуждаю в этой связи. У каждого своя жизнь, каждому перед богом самому придется отвечать. Но, во всяком случае, для меня исключена реклама, например, понимаете, чего бы ни было. Она просто исключена, какие бы мне деньги ни предлагали. Для меня исключена, так сказать, любая картина, даже если она будет очень меня подкупать финансово. Потому что у меня и дети, и внуки, и, так сказать, мне уже достаточно много лет, я уже дедушка. И мне есть кого, как говорится, кормить и содержать. И я с удовольствием это делаю. Но эти деньги должны быть заработаны честным путем. И я не хочу, чтобы многие мои зрители, которые ко мне благосклонны, чтобы мне сказали, ну вот и Конкин туда же болез. Понимаете, вот этого я не хочу. Потому что для меня, в сердце моем, я все время слышу, так сказать, возможный упрек в свой адрес. Я этого не хочу. Поэтому у меня достаточно сложная жизнь. Я очень избирательный мальчик был всегда. Но аж сейчас я не потерял это качество в себе. Согласитесь, что это не так часто встречается у нашего брата-артиста. Не потому что я такой хороший, а потому что так вот случилось. У каждого своя песня. Ты убил человека. Я убил бандита. Он пришел со мной, чтобы сдать банду. А-а. Успокойся, Шарапов. К сожалению, в данном случае кино не является, может быть, важнейшим из всех искусств. К сожалению, потому что оно не несет сейчас положительную нагрузку в себе. Кино печется, как блины. Назвать это кино очень сложно. Понимаете, это действительно какие-то сериалы. Они, как блины, пекутся. И в них нет воздуха. Все плоскостное решение. Так сказать, восьмеркой снимается. Твоя мордашка, моя мордашка. Твоя мордашка. А я хочу увидеть, как дымится окурок сигареты. А на это времени нет. Я хочу, как дрожит рука моего героя, допустим, если, сказать, в кадре это необходимо. Потому что это открывает характер данного персоналия. Понимаете? Этого тоже нет. И поэтому все только, сказать, беготня. Огромное количество балабольства на экране. Тем более сленгового, отвратительного, где нет русского языка достойного. Я обожаю русский язык. Он у нас красивейший язык в мире. Я бы хотел дожить до тех времен, когда на нашем экране опять появится чистота отношений. И между мужчиной и женщиной. А не бизнес. А не, простите, пожалуйста, гениталии. Понимаете? Которые меня совершенно не интересуют в данном случае на экране. Потому что мне хочется чистоты. Я хочу увидеть, на чем я могу, в конце концов, своего внука показать. Какое кино я ему смогу показать. Что ж только мои старые фильмы. Этого мало. И я смею надеяться, что рано или поздно все-таки и наше телевидение, и кинематографы, очевидно, избавятся от этого. Потому что народ уже объелся. И все эти, так называемые, липовые рейтинги, там, этих сериалов, там, и прочее. Это все чушь собачья. Вы знаете, как это все создается. Это все, так сказать, от лукавого. Вот. И люди просто скучают, действительно, положительно. Которых от чего-то хотя бы защитить. Люди сейчас как бесхозны. Потому что многие в храм не пришли Божий. Понимаете? Искать защиту у Господа. Вот. И как-то сверять свои поступки по постулатам православным, скажем так. Я человек православный. Вот. И многие оказались на перепути. Оказались совершенно брошенными ненужными людьми. Раньше их привлекали химеры и коммунизм, допустим. Они знали, что через 20 лет он, там, двухкомнатную свою хрущобу получит. Или отстоит в очереди на ковер, там, или, может быть, через 20 лет получит, там, жигуленок какой-то, так сказать, и так далее. А сейчас люди вообще со своими потребностями, человеческими какими-то душевными раскладами, они чувствуют себя униженными, обиженными и выбитыми из колеи. Им нужно протянуть руку помощи. Понимаете? Вот пока наши правители не поймут, что, да, кино, конечно, отчасти великий обманщик, но, с другой стороны, кино, это поддерживающий дух нации. А как может быть кинематограф хороший, когда в нашей стране нет до сих пор идеологии? Что же мы за страна? Что мы вообще строим? По Чубайшу мы строим? Я не хочу так жить, как и десятки миллионов людей. Понимаете? Но меня никто не спрашивает. Потому что уже все, как говорится, растащено, разворовано. Доворовывают последние плоти и так далее. Поэтому, так сказать, нам сейчас, как говорится, им не до нас. У них свое государство. И до тех пор, пока не будет выработана именно, так сказать, доктрина государства, что, прежде всего, флаг государства, это люди, которые держат древко этого флага. Пока это не востребует сам Кремль или там наши власти, поддержащие, тогда и не будет кинематографа, что и не происходит на сегодняшний день с редчайшим исключением. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»